Давайте сначала со мной познакомимся. Как оказалось, немногие знают про нашу компанию, поэтому давайте про нее расскажу. Мы на рынке 20 лет, наверное, одни из первых после студии Артемия Лебедева, кто с 2009 года стал одним из первых в профильных рейтингах. И начинали мы с веб-дизайна. На текущий момент наша компания занимается тремя основными направлениями, связанными, естественно, с дизайном. Мы за 20 лет сохранили статус именно дизайн-студии. И мы занимаемся как продуктовым дизайном, веб-дизайном, естественно, мы продолжаем им заниматься, так и коммуникациями креативов. То есть мы, в принципе, можем взять любой бренд с нуля и от идеи полностью его упаковать, придумать стратегию, разработать айдентику. Но потом сделать классный лейдинг и какое-нибудь мобильное приложение, либо веб-приложение. Давайте немножко познакомимся со мной. Я в Creative People, наверное, около уже 10 лет. И так получилось, что я не дизайнер. Я пришла управленцем, менеджером и работала с веб-дизайнерами. И последние три года управляю командой дизайнеров. Ну, вообще, в принципе, всем продакшеном у нас внутри. У нас около 60 человек именно продакшена. И около поломина это дизайнеры. Конечно же, мне в этом помогают четыре арт-директора наших прекрасных. Но, в общем-то, за последние, наверное, пять лет я с ребятами активно занималась проектами. И, в первую очередь, естественно, сервисными проектами. И так получилось, что я подключалась на стадию проекта с самого начала, когда приходил клиент и спрашивал про... Ну, приносил какую-то идею или давал какую-то задачу, которую хотел бы попробовать с нами решить. И получается, что я вела клиента вместе с командой с самого начала, до уже непосредственно продакшена в релиз. И за эти годы насмотрелось всякого разного, как у нас происходили и, в общем, как у нас происходила работа на каждом этапе. Сейчас об этом расскажу поподробнее. И я как раз тот самый человек, о котором говорил Женя, который в 10.01 пишет дизайнеру, где ты, почему ты проспал. Потому что я помогала как раз организовать процесс. И все эти фишки, лайфхаки и какие-то мысли по этому поводу я сейчас вам расскажу. Я думаю, будет полезно каждому из вас, потому что это и на команда образования, и на то, как помочь сделать проект себе легче. В общем, на ежедневной рутине, скажем так. Что такое проект в период неопределенности? Мне будет чуть более нудно, чем у Жени, но не менее полезно. Давайте выделим три стадии. На мой взгляд, эти стадии одинаково полезны, как и для продукта. Если вы занимаетесь внутри продуктовой разработкой. Так и кто работает в агентстве. Ну, либо хочет работать в агентстве. Вот независимо от, есть три глобальные стадии работы над проектами. Это пресейл или идеация. То, когда у вас есть только какая-то идея в голове, и вам надо ее облечь в какую-то первую форму. И вам, например, нужно договориться с клиентом о том, как вы будете работать, над каким продуктом вы будете работать, и почему именно так. Вторая стадия – это непосредственно продакшн. Тут достаточно все понятно. Это мы рубимся, 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 делаем макеты, разработку и так далее, и запускаем это в релиз. Ну, и есть третья стадия – это сопровождение. Когда мы поддерживаем наш продукт, потому что он не статичен. Я сейчас буду говорить в первую очередь о первой стадии. Я ее назвала стадией пресейл. Вот для меня и для команды, как мне кажется, это была в большей степени стадия полной неопределенности. Мы иногда в рамках рабочего процесса всегда стараемся улучшать что-то, да, нет предела идеала. У кого-то работает скрам, у кого-то не работает, у кого-то есть проект-менеджер или нормальный проект, у кого-то нет. Кто-то приглашает арт-директора на проект, кто-то нет. Но когда у тебя есть стадия пресейла, я сейчас объясню, почему это самый хардкордный сценарий, потому что тогда еще ничего не определено. Во-первых, если вы работаете в продукте, внутренний заказчик приходит и говорит, слушай, у нас есть идея, давайте вы командой что-нибудь дособерете. Ну, придумайте там прототип, концепцию. И у вас очень мало информации, помимо вот как бы зажигающейся какой-то такой фразы. И такая же аналогичная ситуация может быть у агентства. Приходит клиент, обычно у нас это происходит, потому что мы занимаемся в большей степени заказной разработкой. Такая тендерная процедура, назовем это так, где клиент приходит и говорит, у нас есть вот такая вот идея, расскажите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а если будет все ок, то мы с вами поработаем дальше, условно на несколько лет вперед. И то ли намеренно, то ли нет. Почему я говорю, что это неопределенность? Потому что мало чего вообще определено на этой стадии. И если вы на этапе первого, ну, на этапе пресейла сможете выстроить некий процесс, чтобы не умирать и не убиваться, о котором я сейчас расскажу, то мне кажется, все остальное будет уже намного проще. Обычно стадия, ну, такая ступенька неопределенности, это всего мало или вообще нету. И, казалось бы, в идеальной картине мира нам всегда дают какой-то бриф, задание. Есть менеджер, который все это делает, добывает информацию. Но в реальности это не так. Часто у команды либо нету ничего, либо есть очень-очень мало этой информации. Это отсутствие заданий часто формализованного, это отсутствие каких-то вспомогательных материалов, вплоть до того, что нету айдентики иногда, просят придумать идею нового продукта. Это обычно бесплатно, и обычно это нужно сделать уже вчера. То есть у вас по всем странам как бы нету шанса попросить ни доп. времени, ни денег, ничего. Но надо что-то сделать. И давайте покажу, как формулирует это клиент и как мы это переформулировали для себя. Несколько реальных кейсов, естественно, под NDA. Ребята, прежде чем идти с вами на долгую дистанцию, то есть разрабатывать продукт, нам бы хотелось посмотреть, как вы решаете подобные задачи. Тут про процессы. Ребята, мы понимаем, как сделать продукт на уровне бэка. Очень частая история. Но нам нужно красивенько, стильненько, молодежненько, как-нибудь вот так вот. Давайте вы придумайте, вы же дизайнеры. И третье. Нам бы хотелось снова взгляда на то, что у нас сейчас есть. Ну или мы считаем, что это уже не ок. Кажется, мы зашорились, поэтому мы пришли к вам. Подумайте, как бы это могло быть по-другому. Все три задачи формулируются по-разному. Но если их свести в одну, что от нас хочет, как я говорю, внутренний заказчик или сторонний заказчик, тут уже сейчас неважно. Он хочет увидеть новую концепцию вашего, ну или своего продукта, но заодно и понять, а как же вы к этой идее пришли. Получается, важно принести результат, ну и визуально красивый, но и также рассказать, что это не какая-то фигня, выдуманная в голове, а что у нас есть обоснования, и мы двигались по определенному процессу. Те как раз процессы продуктовые, о которых мы ранее говорили. Давайте расскажу, как обычно мы решаем задачи продуктового дизайна. Не открою тайну, но все-таки, мне кажется, полезно будет посмотреть, как это у нас. Есть три глобальные стадии. Первый – это предпроектная аналитика, второй – это непосредственно само прототипирование, и третий – это концепция. У каждого есть определенный срок жизни, в среднем, естественно, от проекта к проекту отклоняется, и у каждого есть какие-то артефакты, ну то есть итоги работы по каждому этапу. Если по предпроектной аналитике это воркшопы, например, кабинетные исследования, конкурентный анализ, глубинки, какая-то подготовка презентации с выводами. На втором этапе – это, естественно, сами по себе прототипы, которые должны быть понятны нашему клиенту. Ну и третье – это красивые уже макеты, облеченные в какой-то дизайн. И вот один, кстати, из примеров. У меня достаточно много такой внутрянки. Я постараюсь испориться. У меня достаточно много внутрянки, я еще не дошла до половины. Значит, у нас сразу готовьтесь к вопросам, если они уже есть. Это реальный таймлайн одного из проектов, который зашел нам на этапе вот такого тендера. И здесь есть конкретные этапы, здесь есть конкретные сроки. Но обратите внимание, у меня не поместилось, это примерно половина таймлайна, где 31 день. По правде, там их 60. Я говорю, ребята, все, конечно, классно, вы клево все расписали, но у нас сейчас нет 60 дней, нам еще условно ни копейки не заплатили. Давайте подумаем, как сделать не менее круто, но дней так за 10. Они такие, да, прифигели. Я говорю, смотрите, что у нас получается. У нас получается достаточно много времени, мы тратим на предпроектную аналитику, и мы очень понимаем ее ценности. Мы там, давайте газ 9, давайте проводить конкурентный анализ, все это, конечно, круто. Потом мы будем прототипировать, только потом мы нарисуем. И с точки зрения весов, именно по трудозатратам, сколько времени мы на это тратим, выглядит примерно так. Но что ждет клиент, когда мы ему принесем наш результат? Да, он понимает ценность каждого этапа, но по факту ему нужна картинка. И если этой картинки в конце не будет, вся предыдущая работа пойдет в мусорку, потому что в ней ценности уже не будет, такой высокой, без нее. И надо совместить по факту наше желание по процессу и те ожидания, которые есть у клиента. Вот так примерно мы такие, да, 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 давайте. Планируем, делаем, проверяем, все у нас такое вот по продуктовому подходу, по линканвасу мы в итоге сделаем. В итоге такие, вау, вау, Ксюх, мы планировали, но ни хрена не успели, тут ничего не получается, там вот как бы у нас факапщики, макета нам не нравится такая, так, окей, хорошо. Давайте внедрим какие-то правила, которые нам позволят не умирать по пути. С какими болями столкнулись? Я думаю, мы такие были не единственные. Мы всегда брали больше времени, чем хотели. Мы такие, за неделю сделаем? Неа. За две? Неа. И вот не успевали. Когда брали за задачу, прокрастинировали. Ну, то есть теряли реально первые ценные часы и дни, потому что не понимали, как организовать команду, как распределить задачи и так далее. Тупили, простыми словами. Третья проблема, с которой мы столкнулись, мы хотели все сделать правильно. Есть же столько кучи исследований, есть куча методик, все об этом пишут, все это надо делать. И мы тоже хотим, мы же такие тоже классные. Но по правде, мы иногда слишком упарывались, и вопрос, зачем? И четвертое, я только про презентацию буду достаточно много в конце говорить. Для меня, как для руководителя, который очень часто видит результат со стороны теперь команды, важно получить итоговый артефакт. И итоговый артефакт любой вашей работы, по правде, и внутренней, очень часто, ну, в продуктовой я имею в виду, и в заказной, тем более, разработке, и в дизайне, это презентация. Ну, мы сейчас в первую очередь говорим о PDF-презентации. То, что вы сделали, нужно уметь правильно презентовать. Мало это сделать. Поэтому это тоже отдельный этап, отдельный процесс, чтобы там не облажаться. Потому что бывает, иногда дизайнер такой, я столько сделаю, я говорю, расскажи. И ничего не получается. И эффект теряется от этой работы. И прям грустно. Итог. Нам нужно сохранить продуктовый подход, чтобы делать нормально, но качественно и быстро. Три в одном. Как кофе. Как стали решать? Сейчас я подробнее расскажу про каждый принцип. Вели принцип дизайн спринта, вели метод формирования коридора, выработали принцип экспресс-погружения и стали собирать презентацию в параллельной работе. Давайте, чтобы не было очень много умных слов, простыми словами, что и что. Скажу, что это не обязательно последовательный набор, это просто некие принципы, которые я смогла сформировать для команды и которые им помогли. Первый. Принцип дизайн спринта. У нас есть определенная законченная, определенная цель, к которой мы идем, и она должна быть понятна всем участникам команды. Прямо одинаково всем, даже если кто-то одну иконку рисовал. И цель у любой работы это законченная и отправленная вовремя презентация. Вот такая вот цель. Поэтому таймлайн работы, который я вам выше показывала, он, конечно, классный, менеджеры их умеют делать, но для команды в моменте времени презентация как итоговый артефакт, ну, как бы самая такая, да, итоговая штука. Поэтому она и будет являться таймлайном. Подробнее попозже раскрою, что это такое. То есть мы сразу начинаем с ней работать и через нее пробуем понять, какие слайды у нас будут, какие артефакты, сколько примерно времени мы хотим на это затратить. Один день, один законченный артефакт. Любой член команды должен понимать, что по итогу дня он должен принести какую-то полезность для определенного проекта. Если он говорит, что ту работу, которую я делаю, невозможно уместить в один день, давайте подумаем, как ее раздробить, чтобы ты принес хотя бы кусок этой информации, но в законченном виде из общего пула работ. Раздроби ее так, чтобы ты принес через 8 часов что-то полезное. Делаешь ты конкурентный анализ и на этом тебе нужно 3 дня, подумай, что ты по итогу одного дня принесешь. Допустим, разбор одного конкурента с какими-то выводами. И так далее. И каждое утро принципы соответственно метапов, которые есть в Adjali или в Scrum, просто так созваниваться бесполезно, это естественно, но на 15 минут мы созваниваемся и проговариваем, иногда нам кружочки записывают, бывает и такое, или видео. В формате я сделал, в этой работе была такая-то ценность, то есть нам это поможет для того-то, того-то, и вот такие выводы из этой работы своей я сделал. По такому принципу очень удобно общаться с командой, потому что мозг просто перестраивается, я не просто делаю какую-то работу, я нахожусь в процессе, а я всегда должен прийти к какому-то результату. Ну, вишенка на торте, когда у вас мало времени, менеджер, ну, в идеале, он должен быть, должен все по возможности параллелить. второй метод коридора. Цель это сформулировать единое видение и понимание задачи у команды. Очень часто, читая бриф или там в любом другом виде, мы таки все, да, поняли, что от нас хотят, погнали работать. Но по факту, если спросить человека, например, менеджера и дизайнера, то они эту задачу видят по-разному, и итоговую цель они могут видеть по-разному, и ценность конкретной работы в моменте времени, они могут видеть по-разному. Поэтому очень важно сесть и сделать вот такое простое упражнение. Командой прочитать вслух задачу, выделить каждое слово, что непонятно, сформулировать список вопросов к себе или к заказчику, ну, к себе, к команде, имеется в виду. И если нет возможности задать этот вопрос какому-то эксперту со стороны, то надо консолидированно самим договориться, какой вариант решения мы примем как норму. И вот когда вы это проговорите в команде и договоритесь, вам всем будет понятно, что вы делаете, что ваш сосед по парте делает и для чего он это делает. Например, давайте разберем такую вот задачу. Необходимо разработать концепцию сервиса по организации отдыха на российском побережье, который предложит на рынке новый пользовательский путь и будет выделяться на фоне остальных. Я специально тут, как бы, кажется, собрала все, что можно в одно предложение, но это один из очень реальных примеров, который к нам приходил. Не копия в копии, но похоже. Далее выделяем слова. Далее я тут показала примеры, как формулируются вопросы. Разработать концепцию. Ну, понятно, окей, концепция — это какие-то макеты. Какой мы определим объем как норму? Что это будет? Это будут макеты фигме, это будут макеты анимированные, сколько их будет, кто нам для этого потребуется. Что мы будем считать допом, например, дополнительным объемом? И если успеем, то хорошо, если не успеем, ну и ладно. А есть ли какие-то технические ограничения? Например, платформа. Это будет мобилка, это будет веб, знаем ли мы это или мы сами это определим? А есть ли какая-то дизайн-система, будем ли мы от нее отталкиваться? Либо это только брендинг. А есть ли он, будем ли мы от него отталкиваться? Проговариваем. Сервис. А сервис есть сейчас, например? А надо понять, как тогда он работает. Надо вычленить хороший паттерн и плохий. Кто это будет делать? Ну, зачем мы определили? Окей, нам надо понять, сохранить хорошее и, например, убрать плохое или это поменять. Организация отдыха. А как люди вообще организуют отдых? Есть ли какая-то типология? Есть ли какие-то, ну не знаю, популярность определенных типов отдыха? Есть ли какая-то статистика по этому отдыху в России? Какие вообще есть тенденции в последние годы в России по этой части? А какая будет полезность сервиса? Потому что, от чего мы будем отталкиваться, например? Есть продажи путевок, есть организация самостоятельного отдыха или есть упор на сообщество? Можем ли мы что-то из этого выделить на основе, например, тенденций? То есть, кто-то проведет кабинетку, ну, простыми словами, погуглит, или нет? Опять же, вопрос задан. Не всегда он в моменте, есть ответ на него, но то, что мы этот вопрос формулируем и то, что мы пытаемся его в моменте обсудить, решить, уже хорошо. Российское побережье, например, какие курорты, нужно ли собрать данные по этим курортам, будем ли мы это делать? И выделяться. Ну, это про визуальный язык. Есть ли какие-то принципы визуального языка, будем ли мы смотреть, на каком языке разговаривают прямые или косвенные конкуренты, которых мы решим определить, будем ли мы и как от них отстраиваться? В реальности все это выглядит не так красиво, как я показала. Это просто дизайнеры там словечки подчеркивают и рисуют по пути, но они это обсуждают, это факт, это самое главное. Тратим мы на это час-два, прям в первый день, но это очень помогает забуститься и не тупить в процессе. Принцип экспресс-погружения сделать нормально, но не упарываться. В чем фишки? Оценивайте полезность каждой работы, прежде чем ее делать, дробите и делегируйте. Вообще, в идеале, я бы все такие штуки отдавала арт-директору. В одного сделай, три дня супер, меньше времени, прогнозируемый результат, ноль стресса. Но в реальности есть команда и есть разного уровня специалистов. У нас есть и стажеры, и джуниор-менеджеры, естественно, и синьеры. И я не могу посадить, естественно, только сеньоров. Мне нужно обучать, чтобы наши ребята обучали более младших специалистов. И вообще, для меня, как для руководителей, очень важно, чтобы они работали в команде и обучались. Поэтому, чем больше мы сможем привлечь народу, если, понятно, есть возможности, к этому процессу на команды образования, и таким образом младшие специалисты смогут научиться посмотреть у старших через проекты. А стадия присылы, на мой взгляд, это самая жесткая стадия, как я сказала, потому что она быстрая, без права на ошибок, то это супер. Поэтому, чем больше есть возможность подробить и делегировать, тем хорошо. Ну, и, соответственно, как вывод, это возможность заправлелить работу. Один из примеров про полезность. Реальный артефакт. Дизайнер, по-моему, один или два делали анализ в электронной коммерции, говорят, мы сделали. Я говорю, блин, как круто, молодцы. Три дня там или сколько-то потратили. Я говорю, а вывод какой? Он такой, ну, давайте расскажу. Я говорю, не-не-не, вывод какой? У меня есть две минуты, какой вывод из этой твоей работы? Видно, что она огромная. Зачем? И он вроде бы формулирует, но явно не был к этому подготовлен. Поэтому, прежде чем, ну, вот, кстати, один из примеров, как, например, UX Analytics со стратегом работает тоже там, куча-куча всякой разной информации. Я говорю, смотрите, прежде чем что-то делать, давайте возьмем такую матрицу и разложим ее, ну, по двум шкалам. Насколько быстро или долго вам кажется ее делать, насколько маленький или большой эффект она принесет для результата, на ваш взгляд. и наша цель, естественно, чтобы все, ну, не то, чтобы все, но, во-первых, чтобы все перешли к, по шкале, к параметру быстро от долга, и мы над этим думаем как раз вместе с командой. Но, во-вторых, мы смотрим, как команда оценивает тот или иной результат, и видно различия, различия между людьми и то, как они воспринимают свою работу. Для каждого, естественно, все это ценно, то, что он делает, но ты задаешь вопрос, а кажется ли тебе это в моменте цена для продукта? И тут уже, ну, как бы иногда другой ответ получаешь. Это именно методика, которая позволяет правильно настроить головы людей. Не обязательно ей пользоваться в таком виде, клеить стикеры и так далее. Про параллельование. Тут есть пример, как мы параллелим работу, то, что нам позволяет как раз недолго делать, с собой концепцию. И тут интересно другое. Окей, можно параллелить дизайн и UX. Такое действительно происходит, но я немножко про стратега. Для меня, например, инсайт, и я последнее время этим пользуюсь. У нас есть в штате стратег, но они не только в штате есть, они есть и на фрилансе. И такая-то полезная штука, оказывается. обычно UX-дизайнеры делают упор на интерфейс, анализируют его, смотрят конкурент, придумывают, как было бы лучше, но они не погружены в контекст продукта. Такой человек, как стратег, помогает им достаточно быстро и толково погуглить про рынок, про сегмент, про некие тенденции, рассказать про какие-то фишки, про свои мысли. И он оторван от интерфейса, соответственно, и не думает этими параметрами там кнопочек, экранов и так далее. И очень часто в таком симбиозе, когда они только изучают продукты, придумывают, как бы над ним, ну, как бы его, в общем-то, сделать, эта связка получается достаточно сильной и интересной. Поэтому, если у вас есть возможность привлечь, привлекайте, если нет такой возможности, подумайте, кто бы у вас мог такую роль занять и чуть шире посмотреть на, ну, как бы не только на сам продукт, а на тот рынок, на тот сегмент, на некие какие-то аналитические данные, которые есть, все это обычно гуглится, это не закрытые источники, чтобы лучше понять, почему приложение должно работать именно так. А часто еще бывает, что, например, смотря какие-то соседние ниши, мы перенимаем этот опыт. В свое время Тинько взял хайлайцы, да, и сделал бум. Также подсмотрел, также перенес этот опыт из одной какой-то, да, ниши в другую. Про презентации. Любой артефакт, как я сказала, мы стараемся оценивать с точки зрения, что я делаю, какую ценность и какие выводы. А в идеале это еще должно укладываться в три слайда презентации, и вообще тогда будет счастье. Один из примеров того, как можно, вот я вам показывала ранее большой-большой такой конкурентный анализ, как можно его в каком-то одном виде, в виде таблицы, в общем-то, показать на одном слайде. Или, например, достаточно понятными текстами, формулировками на одном слайде показать, какие выводы сделал дизайнер с предыдущей работой. Подумайте над тем, как донести вашим коллегам, тем более, если это не дизайнеры, что вы хотели этой работой показать, зачем вы ее провели, что вы оттуда узнали в несколько предложений. Немножко про Каздеф. Если мы экспертно внутри команды в принципе разобрались с продуктом, то пропускайте. Не надо тратить время и пытаться еще найти людей, вытащить какие-то инсайты. Попробуйте первую гипотезу сами сформулировать. А в идеале мне больше всего нравится пункт 3. Протестируйте свою идею как раз на людях. Вот вы что-то нарисовали, что-то спроектировали, идите спросите, понятно ли это вообще. Потому что вам так кажется, наверное, что это понятно. Но со стороны иногда бывают крутые комментарии. Ну, промежуточно, да, действительно можно общаться как минимум, не минимум, с двумя, с двумя это мало, с минимумом четырех человек, с максимумом двенадцати, чтобы не тратить много времени, но при этом действительно получить какие-то дополнительные боли или проблемы, которые есть у потенциальных потребителей. Я сейчас прям буквально быстро пробегусь по презентации, по последнему блоку продюсирования презентации. И надеюсь, вам это поможет в своей работе круто рассказывать. цель не тратить много времени на эту в общем-то работу и не делать это в последний момент. Но, во-первых, ее также можно этот артефакт, эту презентацию менеджерить. Ее делает не только менеджер, она действительно страшная получится обычно. Я вот сама когда собираю, всегда собираю только каркас. Ее делает не только дизайнер, потому что часто дизайнер не может уловить всю логику повествования с точки зрения бизнес-целей, какой бы крутой он ни был. Это делается в команде в идеале. Ну, как минимум связка менеджера плюс дизайнер, как максимум мы пробуем сейчас, чтобы это делала вся команда и участвовала в этом процессе. Потому что для меня важно, чтобы каждый дизайнер, даже если он делал, повторюсь, одну иконку, понимал, для чего он ее делает и как это рассказывается клиенту. Таким образом он прокачивает свои знания с точки зрения понимания бизнеса. Презентация должна быть до 40 слайдов. Моя, кстати, тоже примерно такая же, но я не укладываюсь в тайминг, потому что больше 40 минут слушать будет тяжело. На один слайд уходит порядка 30 секунд, максимум минуты. И у нас был реальный кейс, когда команда сделала крутой проект, показала мне презентацию. Я говорю, Тем, все круто, арт-директор наш, но там 160 слайдов. Как ты думаешь, до какого я долистала? Он такой, блин, ну а как меньше? Я говорю, я не знаю как, но я не долистала больше 40-го, я уже устала. Так что, в принципе, вы молодцы, но вряд ли это вообще кто-то видел. А вы потратили на это, наверное, много времени. Он такой, ну да, давай в следующий раз как бы не будем упаровываться по этому процессу. Все бывает, потому что в моменте дизайнеры такие, мы столько нашли, мы столько на инициативе, у нас столько мыслей, поэтому давайте мы все это вывалим. Но так это не работает. Надо подумать и немножко пожалеть собеседника. Ну, я уже сказала про четвертый пункт. Собирают все участники команды в идеале. Презентация – это краткая версия вашей реальной работы в красивой оболочке, по факту. Вот реальный пример. Все выглядит достаточно прозаично, но это один из последних, которые я нашла. Фильма, слева листы, соответственно, с определенными этапами работы, которые были у команды. Потом мы тут прям писали, кто что будет делать, какие основные поинты у нас в презентации, сколько мы примерно… Ну, там еще время отдельное есть, мы просто левее тайминг, сколько примерно времени какой дизайнер будет тратить. Ну, и справа сразу же собирали уже готовую презентацию. Понятно, что у нее есть итерации, но когда ваша команда с первого дня, ну, окей, со второго, видит, как примерно это будет доноситься пользователю, она даже если не знает, что делать, круто формулирует вопрос, издает, а надо ли эту работу, а как мы ее будем показывать, а для чего мы ее делаем, ну и так далее. Закреплю несколькими тезисами все, что я до этого говорила. Должна быть четкая связка в любом вашем повествовании, что хотели, что получили и как это использовали в своей дальнейшей работе. Если у вас нет возможности рассказать голосом вашему собеседнику, лучше запишите видео, послушай, посмотри, это будет тоже хорошо. Мы, кстати, пользуемся таким лайфхаком и записываем видео, если понимаем, что в презентации уже и много информации, а мы очень хотим поделиться, я прошу дизайнера, например, запиши 5-минутное видео, расскажи, что ты очень классное нашел, сделал, он записывает и если у клиента есть желание, он всегда это смотрит. 5 минут несложно посмотреть, а дизайнеру приятно. Мы иногда ссылаемся на рабочие файлы, ну, во-первых, мне кажется, потому что это круто показывает процесс, нам действительно часто нечего скрывать, даже если там ерунда была, но это наши мысли, которые в процессе работы возникали. Поэтому но почему это важно, поэтому показываем, потому что хочется показать как раз клиенту процесс. И если ему интересно, ну, либо вашему там заказчику внутреннему, если ему интересно, он обязательно посмотрит. Ну, и это я уже говорила, повторюсь, не более 40 слайдов в идеале. Тут написан, конечно же, итог, и он актуален, но основную мысль, которую я хочу донести, оценивайте каждый день, зачем вы делаете свою работу, не в смысле, зачем вы вообще на работу ходите, а в смысле, какую работу вы в моменте времени сейчас делаете, какая ценность этого всего, какие выводы вы хотите донести своей команды. И в команде, в общем-то, сила, всегда можно раздробить работу, всегда можно привлечь команду, и всегда можно с ней обсудить, об нее поштурмить. Это очень полезно, чем работать в одиночку. У меня все. Спасибо большое, что послушали. Если есть вопросы, буду рада ответить. Спасибо за это, спасибо большое. Меня зовут Пойдем. Можно назвать, где была задача наставленной? Сейчас. Интересно посмотреть. Вот. Допустим, приходит клиент с такой задачей, просит организовать такой сервис, говорит, что я вас не знаю, я хочу посмотреть, как вы работаете, сделайте мне за 10 дней. Там дальше я посмотрю. Вот, например, в предыдущем докладе я узнал, что есть и сервисы, как интересный, тригл, да? Ну, то есть, сервисы такие существуют, почему плохо взять уже готовые решения какие-то, а не реализовывать самому, плюсы такого подхода, да, как хочет и минусы, хотелось бы узнать. Ну, я не понимаю, наверное, всем известно, просто хотелось бы сравнить ваш подход и подход, который я вижу, например, с ноги, например, просто взять и сделать, а потом, может быть, поддерживать его или не поддерживать. Да, можно, конечно, сделать с ноги. вопрос просто, что по пути, наверное, можно наделать кучу ошибок, и о них говорили ранее, да, не все получалось сходу с первого раза, поэтому на своих ошибках учились. Я же рассказывала как раз про те мысли, которые у меня возникли в процессе наблюдения за многими такими продажами или проектами, я понимала, что мы где-то, в общем-то, так же с ноги пытаемся зайти и ошибаемся, и тратим время чуть больше, чем бы мне хотелось, поэтому все то, что я сейчас рассказываю, это как раз про организацию процесса, чтобы в моменте порефлексировать и понять, правильно ли я иду и трачу ли я нормально на это время, понимаю ли я вместе с моей командой что я делаю, поэтому здесь есть определенные методики. Дрибл можно посмотреть, мы его так же смотрим, как любые нормальные дизайнеры, люди и так далее, но не получится же скопировать, потому что я как раз о том говорила, что ценность, ценность концепция для картинка, но ценность, почему такая картинка, почему на ней именно такие цвета, такие кнопки, если ты не можешь обосновать, пришел, я сделан, и все, ну, наверное, серьезные дядьки не возьмут эту работу, потому что нету под ней какого-то смысла, а если объяснить, почему именно 150 вариантов дизайна или 150 вариантов расположения кнопочки я выбрала именно эту, и у меня есть логика, вот это хорошо, вот это ценно. Максим, в студии, похоже, не беру, следующий вопрос, вы рассказывали в своем подходе, и, как понимаем, Creative People достаточно себе компания, но и вы участвуете в тендерах, и другие сиденья компании, как там, артиллерий, лебедей, как их, да, и вот этот ваш подход, вот эти крестейлы, да, в процентном соотношении сколько вывод, например, вы сделали, вот 10, все, 100, в процентном соотношении, сколько в итоге клиенты выбирают вас, то есть, насколько это успешно? Тут вопрос не именно успеха с точки зрения продажи, это отдельные финансовые показатели, за которыми я слежу, естественно, тут скорее про команду и про то, как организовать работу, чтобы команде было комфортно, и она понимала ценность этой работы, а не просто такая, о, нам надо что-то запилить, пошлите, как бы, а бы как это сделаем, ну да, выигрываем, да, и проигрываем, потому что тут же, сейчас объясню, это не единственный фактор, даже если иногда бывает суперская концепция и суперский подход, но по деньгам вы не пролезли, ну, извините, пожалуйста, ну, такое бывает. Ну, такой подход, как ты переводишь, 50% у меня нету, к сожалению, такой статистики. 10% вот, ну, то есть, насколько он эффективен. У меня, к сожалению, нет такой статистики, просто ее не вилать. Ну, мне интересно, просто у нас какая ситуация, у нас, например, у нас тоже, она работает рынок, и у нас есть настроенные клиенты, которые сейчас нам приходят за сервисами, за какими-то линиями, по рекламе, да, и по факту, если мы уже долго с ними работаем, процент, он как бы выше, ну, то есть, вы же, по факту, тоже, там, на 20 лет, у вас более сильные конкуренты, в целом, и они, как я понимаю, тоже готовят в сильных конкурентах. Да, конечно. Я считаю, что все у нас достаточно хорошие конкуренты, с которыми мы соперничаем и приносят сильный результат. Ну, повторюсь, я не могу сказать, насколько это влияет непосредственно на прям финансовые показатели с точки зрения продаж. Мы этим пользуемся и нашей команде нравится, и я вижу, что в целом мы выигрываем, и это самое главное, потому что, повторюсь, в первую очередь, это про организацию процесса внутри, а не, потому что достичь выигрыша можно разными путями, можно диппинговать элементарно, и все, но я сейчас не про это. Добрый день. Здравствуйте. Бывают в первую вашей компании такие ситуации, когда срываются в инлайн, в целом, или когда срывают в инлайн один человек, а они не срываются в инлайн? Конечно. Вот именно поэтому родилась всегда презентация. В первую очередь, в целом, когда уже любая с обслуживания, и надо что-то решать. Ну, во-первых, об этом моя презентация. Может быть, плохо донесла, поэтому повторюсь. принцип дизайн-спринта, что когда дизайнер приходит и по итогу дня говорит, и есть вот эта встреча, там, условно, на 15 минут, что я сделала, какая ценность, какие выводы, это же означает плохой сценарий. Типа, я нифига не успел. Мы такие, опа, но мы потеряли один день, и мы придумываем, ну, менеджер, там, арт-директор, как минимум, менеджер и дизайнеры, они придумывают, либо другому дадим эту работу, которая точно ее выполнит, либо мы откажемся от этой работы, потому что она, не знаю, не так уж важна, как раз оценивая вот этот вот эффект на презентацию. Допустим, мы не успели сделать КСДФ, я такая, ну, и ладно, в принципе, у нас уже есть эта информация. Ничего страшного, конечно же, дизайнера, мы немножко пожурим за то, что он не смог выполнить ту работу, которую вроде бы как обещал выполнить, но мы погнали дальше. Если это критично, повторюсь, у нас есть один день потерянный. Намного хуже, когда вот этих вот встреч с пониманием ценности, какой результат приносит дизайнер, нету, как раз с этим-то мы и сталкивались. Мы такие, пять дней делаем какой-нибудь анализ. Да-да-да, делаем, делаем, да, мы делаем, мы делаем, проходит пять дней, условно, я прихожу, говорю, ну что, ребята, показывайте. Да что-то не очень вышло. Ну мы пытались, мы вот старались, мы во вторник нам показалось, что не очень хорошо, мы в среду вот так попробовали, поняли, что не очень хорошо. Вот когда неделя потеряна, тогда мне уже надо что-то делать как менеджеру и спасать ситуацию. И это там могут быть разные ситуации, это перенос дедлайна, это какие-то, не знаю, условные извинения и так далее перед клиентом, это овера, но это разные варианты, это усиление команды. Но чтобы как раз такого не было, каждый день надо с командой мэчиться и либо признавать свой факап, так честно и говорить, что вот по итогу дня я полезность не принес, либо все-таки ее пытаться в рамках одного дня, пусть не в идеальном каком-то формате, но сделать. Здрасте. Здрасте. Хотелось бы уточнить, работает ли ваша практика на очень маленькую команду с очень большим подъемом работы? Потому что у меня сейчас в команде есть, я как, собственно, стартеда на Витинг, есть у меня два дизайнера. Этот прекрасный человек, стратег, аналитик. И это все заканчивается. Задача очень крупная, очень большая, на данный момент около 20 экранов сделано, это процент 20 экранов всего, что я могу сделать. Слушай, ну мне кажется, если физически не хватает рук, это же другой уже вопрос. Если вы понимаете, что вы организовали процесс, вы распараллелили все, что вы можете сделать, ну как бы поделили между собой, но вам просто физически либо времени не хватает, вам условно нужно больше, либо вам нужны руки, чтобы уместиться в это время, да, ну как бы, я не придумаю тут золотую пилюлю. Конечно же, мы усиляемся, поэтому у нас были тендеры, где есть три человека, были тендеры, где есть, ну тендеры мне просто ближе, потому что я с ними больше занимаюсь, ну и проекты тоже, там 15 человек, потому что я понимала, что если не 15, то мы просто не вывезем. И вот когда три человека, это были маленькие. Ну это все-таки небольшой объем, да, который я понимаю, что ну это... Не то, что он это готов, слои... Я сейчас показываю, да, но это, кстати, сделало два человека. Интересно? Да, да. Которые натернули... Да, да, да. Два человека? А потому что, опять же, потому что у нас есть определенная единая, кстати, это была тоже одна из проблем, мы говорили, как делать конкурентный анализ. И каждый, у нас был кейс, когда пять дизайнеров садятся, и каждый делает по-своему. Я прихожу через три дня, говорю, арт-директор, слушай, ну я тут просто, ну как бы там каша, один делает так, второй в джемме, третий в фигме, третий вообще в гугл доке решил выводы делать. Как я это потом буду с тобой собирать? Говорю, давай придумаем определенный паттерн. Ну, мы его внедрили, и теперь у нас дизайнеры по одинаковому паттерну могут два человека параллельно сесть, несколько дней потратить и выдать такой результат. Это возможно. Останьте вопрос, могут быть разные стилистики, чтобы я вот ребята, стилистики в смысле дизайна или что? И как вам это объяснить? Над одним продуктом ты имеешь в виду? Да. Ну, а есть уже какое-то... Я готова потратить время, если занимаю время чужого спикера, и мы с тобой можем потратить пять минут, если у тебя есть после, потому что боюсь, что я уже тут долго стою. Ну, это только какие-то базовые либо экраны, либо компоненты, которые должны быть. Опять же, прописанные правила в фигме хотя бы на базовом уровне. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Привет. Какой вопрос возникнет? У вас есть какое-то решение для заказчика, что-то сделал? Ну, а заказчик поставит по своим решениям, потому что ваше решение намного лучше будет для него в будущем. Как вы справляетесь с этим? Вы четко упорниваете на заказчике или все-таки пытаетесь договориться? Хороший вопрос. Тут недавно, кстати, арт-директор приходит, говорит, ну, я так все классно сделала, заказчик вообще ничего не понял. Ушел расстроенный. И тут вопрос, кстати, который ему задала. Либо ты плохо рассказал, либо ты не нашел с ним компромисс. Потому что, ну, сейчас перечитываю Ильяхова, советую, и там есть первая глава. Сейчас выпало название, но суть в том, что правда, и правда это хорошо, но если человек не понял, что вы правы и почему, то в этом ценности нету. То есть, если дизайнер такой, бьет себе в грудь и говорит, да я все правильно делаю, но он не слышит заказчика, не знаю, потому что его дочке нравится розовый, и для него это сейчас важно, и это смысл его ближайших трех месяцев, не знаю, я работаю над этим продуктом, но утрирую, или потому что он уверен, что лучше понимает своего потребителя, чем вы, которые пришли два месяца назад на этот проект, и вы не можете его сходу убедить, найдите компромисс или подумайте, как объяснить ему по-другому. Вы либо плохо объясняете, как дизайнер ему, ну, это не значит, что вы не правы, повторюсь, но просто для него это непонятно. Значит, ему нужно как-то по-другому эту информацию донести, возможно, на его каких-то более понятных примерах. Не зря же Женя говорил, он звонил, говорил, здравствуйте, я из компании такой-то, вот хочу сделать продукт, и все его посылали, но когда он принес проблему, понятную, на понятном языке водителей, его услышали, вот здесь примерно про то же, значит, мы не через, как бы, проблему клиента идем, но иногда это просто компромисс, потому что клиент хочет, тут надо тоже понимать, он иногда не от злого умысла, он хочет чувствовать сопричастность к этой работе, он тоже хочет вложить в нее, как он может, свои какие-то мысли, свой труд, и их нельзя обесценивать, ну тебе нельзя прийти и сказать, я эксперт, вы ноль, мутрировано, вы же пришли ко мне, поэтому, пожалуйста, слышите меня, иначе работать не будем, вы партнеры, ну как бы вы оба хотите в этом участвовать, поэтому иногда надо где-то находить компромисс и даже, может быть, поступаться своей идеальной правдой. Да мне кажется, в любом бизнесе они есть, тут вопрос, ну это уже вопрос к менеджменту, как этот конфликт решить, конфликты почему происходят, потому что их вовремя не отследили, как почему происходит по срокам, например, потому что их вовремя не отследили, ну и так далее, потому что, опять же таки, не было антикризисного какого-то менеджмента, это вопрос уже ближе, вот как раз ко мне, к управленцам, это значит, менеджер вовремя не проверил, вовремя не посмотрел, вовремя не подсветил или не объяснил, потому что дизайнер, он не организовывает этот процесс, он все-таки делает свою работу, ну и его задача, как специалиста, вовремя информировать свою команду, да, о том, что что-то идет либо так, либо не так, чтобы мы были в одном поле зрения, поэтому, если внутри команды нету как раз вот этого прозрачного процесса обсуждения, в идеале на ежедневной рутине, я приверженец все-таки ежедневно общаться по проектам, то, ну и происходит факап, мы не доносим эту информацию клиенту, а клиент приходит, вот самый простой, я говорю, слушайте, давайте там делаем дизайн, по документам, мы как бы должны на месяц уйти, делать его, а потом вернуться, я говорю, ну мы же так не будем с вами делать, потому что я понимаю, что если мы на месяц уйдем, а потом принесем что-то, это будет не то, а там за месяц клиент, я не знаю, уже передумает, уже сам что-нибудь там себе нарисует в голове и так далее, и просто то, от чего мы забрифовались, и то, тот промежуток времени, там, через месяц, по которому мы пришли и стали ему презентовывать работу, уже может не совпать, потому что у него мысли другие в голове, я предвижу это как менеджер, поэтому я говорю, давайте с вами в течение этого месяца общаться, показывать, стучаться, давайте мы нарисуем чуть-чуть, одну страничку условно, покажем, нравится ли это, так вот по кусочкам будем есть этот кусок пирога, это один из примеров, вот поэтому и расходят проблемы, ну, в общем, они бывают, поэтому задача вести переговоры и растить менеджеров, которые умеют их вести. Пожалуйста. Спасибо.